День рождения жителя Тамбова завершился не на самой приятной ноте. В тот момент, когда именинник развлекал родню игрой на аккордеоне, в дверь постучался судебный пристав. И задолго в 15 тысяч рублей музицирование прекратилось. Инструмент арестовали. В Тюмени празднику никто не помешал об этом выпуске. Пришло время подвести итоги. Меня зовут Дмитрий Чашков. Здравствуйте, нам есть о чем с вами поговорить. Обстановка по требованию. Торжественный прием и праздничный концерт. Область продолжает отмечать 73-летие. Мир наш. Тюменцы в масштабах страны и всей планеты. Где можно встретить земляков и вспомнить малую родину. Свободная касса. Предприниматели из глубинки освободили от обязанности поддерживать онлайн-связь с налоговой. Водными займитесь процедурами. Рыбные приключения в Уватском районе по бюджетной цене. Если честно, ни разу в жизни изменю. В руках даже не держала. Сколько стоит день на природе? Свой день рождения область отметила 14 августа. Но главное торжественное мероприятие, посвященное этому событию, состоялось сегодня. Прием губернатора и праздничный концерт. Во дворце культуры нефтяник собрали пусть и не всех, но лучших из лучших. Не отходя от сцены, было присвоено 11 почетных званий работникам разных отраслей. Больше подробностей у Анны Княжевой. Свой особенный вклад в развитие региона сделал каждый из тех, кто собрались сегодня в концертном зале ДК «Нефтяник». Наш большой регион знаменит богатством и красотой природы. Но еще больше он уникален людьми, которые здесь живут и работают на благо России. Вы создали сильную и благополучную область. Своими победами и достижениями прославили Тюменскую землю. Губернатор не ограничился поздравлениями и вручил награды. Звание почетных гражданин присвоено Степану Киричуку. За выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности и личный вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области. Всего в этот раз присвоено 11 почетных званий работникам разных отраслей. Тюменская область, как всегда, очень динамично развивается. Все социальные обязательства, которые заложены в том числе в бюджете региональном, сохраняются и радуют то, что и сфера социальной политики у нас активно развивается. Но кроме социальных вопросов людей волнует и экономика, развитие предприятий, создание новых рабочих мест. И в этом плане Тюменская область в числе лидеров. Сегодня нашу область выставляют в стране как одну из передовых. Прежде всего, это заслуга всей исполнительной власти, наших жителей, которые работают на этих предприятиях. Несмотря на общий экономический кризис, сохранили темпы движения вперед и темпы развития. И не просели по экономическим показателям. Это, наверное, очень важно. Как заявил губернатор на недавней пресс-конференции, в ближайшие годы приоритеты не поменяются в бюджете. Сохранены все действующие госпрограммы, связанные с развитием региона. То, что мы сегодня промышленность развиваем, то, что инвестиции вкладываем в развитие производства. Но вот буквально не так давно у нас был принят закон о долевом участии в строительстве. Ведь задача номер один – сделать жизнь в регионе еще более комфортной. Анна Княжева, Евгений Доценко, Тюменское время. Почетным работником здравоохранения Тюменской области стала главный врач перинатального центра и по совместительству главный акушер-гинеколог региона Ирина Кукарская. Звание пришлось как нельзя, кстати. 35 лет назад она начинала, работая фельдшером скорой помощи. И, кстати, профессиональный юбилей отметила как раз в начале августа. Да давай повеселее. У тебя вообще такая прибыль. Ничего себе. Как назовете? Глеб и Софья. Глеб и Софья. Это вообще фантастика. Молодец. По явлению двоя не на свет Ирина Кукарская радуется вместе с пациенткой. Экстренные роды прошли ночью удачно, а утром главврач пришла на обход. В палате отделения реанимации случай каждой женщины особый. Впрочем, в перинатальном центре других и не бывает. Работа очень напряженная. Врача родильного дома узнают по походке. Все ходят быстро, энергично, думают. Хорошо, качественно. 8,5 тысяч родов в год во главе команды профессиональных специалистов хрупкая Ирина Кукарская. Ее день начинается в 7 утра со сбора сведений подразделений. Их 25. А еще работа с документами, иногда участие в родах, в профессии 35 лет. Мне кажется, в детском саду я знала, что я буду, во-первых, врачом. Я была санитаркой, я всегда ногти проверяла в детском саду у всех при входе в детский сад. Потом я была санитаркой в школе и работала в Зорнице, я была санитаром. Потом я была на спортивном ориентировании тоже всегда санитаром. То есть я была всегда санитаром, но стала врачом. О себе Ирина Ивановна не любит говорить. Лучшая профессия акушера-гинеколога, самой важной на свете, без сомнений, считает Кукарская. Перинатальным она руководит 7 лет, при ней в 2015-м. Центр стал лидером в России. То, что сюда стремятся люди попасть на работу, то, что здесь работает молодая команда, то, что здесь очень много обучающихся и остаются только те, кто способен, у кого есть талант, у кого есть интуиция, у кого получается. Мне кажется, это главное достижение перинатального центра. А главное достижение врачей центра, рожденные малыши некоторых, спасает с того света. Делится тяжелыми буднями Ирина Кукарская. Но все ради вот таких моментов. Так, вот он. Вот он. Евгения Зубцова, Роман Чинахов, Тюменское время. Ну, помните такая поговорка есть? Где родился, там и пригодился. Правда, вот не всегда она работает. Тех, кто уехал за пределы Тюменской области, тысячи, даже десятки тысяч. Причем раскидала судьба земляков не только по России и матушке. У меня у самого не один десяток знакомых живет за границей. Знаете, я уверен, что о своей малой родине они точно не забывают. О тех, кто и за сотни километров с сердцем рядом с нами, расскажет Лариса Соловьева. Это гимн тюменского землячества в Москве в этом году. Оно отметило 20-летний юбилей. Это хроника в клипе не случайно основали общественную организацию те, кто был среди первых нефтяников. Многие родились на тюменской земле и волею судьбы теперь стали москвичами. Но в душе остались тюменцами. Безусловно, люди, которые отдали свою сознательную свою жизнь, силы, молодость в Тюмене, Тюменской области, в западно-сибирском регионе, находясь сегодня за пределами этих регионов, естественно, ностальгируют, что ли, от своей молодости. И мы болеем за этот регион. И там, в столице, землячество продолжает работать на благо своей тюменской земли. Наши люди нефтяной отрасли, наши люди в бизнесе. Да что уж там стесняться, мэр Москвы тоже для Тюменской области не чужой человек. Это мы великим, Москвы и все. И уже давно не только в России, Китай, США, Франция. Здравствуйте, меня зовут Ксения Торская. Я родом из Тюменской области. Из Тюмени в Дрезден Ксению занесла жажда знаний. И начинающий режиссер на ее счету несколько постановок теперь учится в техническом университете и продолжает заниматься театром, переводами пьес для постановок. Очень скучаю по моей родной области, которая дала мне такой прекрасный жизненный старт, дарила мне множество возможностей, благодаря которым я могу реализоваться не только на родине, но и за границей. И с днем рождения нашего, нашей прекрасной, действительно прекрасной Тюменской области. Тюмень есть наилепшим мясом на Швече. Признание в любви городу на польском. В ее голове уже 16 лет звучит два языка. Здесь, в Тюмени, Татьяна Бодух родилась, училась, работала, но вышла замуж. Специалист по геологии разведки, теперь дизайнер сумок, создает свой бренд. На родину приезжает раз в год и каждый раз отмечает перемены. Дороги, остановки, во дворах большие перемены. Но это мой город, в любом случае. Мой город, потому что я сердилась, и я от него ни в коем случае отказываться никогда не собиралась. Не было такой вообще мысли, и не собираюсь от этого отказываться. Это я сердцем здесь. 73 года Тюменской области, целая человеческая жизнь. И сегодня земляков-тюменцев можно встретить по всему миру. Другая страна, другой язык, но душа остается прежней, тюменской. Лариса Соловьева, Леонид Элизаревич, Тюменское время. Но не нужно забывать и о тех, кто приезжает в Тюменскую область. К нам присоединяется Марина Лютова. Марина, здравствуй. Здравствуй. И для этих людей, я думаю, Тюменская земля действительно становится родной. Ну вот ты в 11 лет переехала, да? Да, Лариса Соловьева. Перезять автора, да, сюжет Лариса Соловьева. Из Цкова приехала к нам, и уже тоже. Вот Тюменка коренее некуда, по-моему. И точно знает все о тюменских новостях. Конечно. Спасибо. Сейчас обзор СМИ, все расскажу. В сентябре родители тюменских школьников смогут контролировать питание детей через портал «Электронная школа». О новой функции сообщает Тюменская линия. На сайте можно будет выбрать и оплатить один из предложенных вариантов меню и, по желанию, продукты для дополнительного питания. Это будет доступно и в мобильном приложении «Образование 72». Тюменские врачи столкнулись с весьма необычным случаем. Ребенок проглотил голову от куклы. Довольно крупная, около 5 сантиметров в диаметре деталь игрушки, полностью перекрыла просвет пищевода у входа в желудок. Достать ее оказалось целым испытанием для дежурного врача эндоскопического отделения 2-й областной больницы. Специальные гибкие щипцы и петли просто соскальзывали с круглой и гладкой головы куклы. В итоге, как рассказывает слух РУ, решили использовать вакуумный аспиратор. Вообще, за многолетнюю практику с таким случаем в больнице столкнулись впервые. Чаще у детей из пищевода, желудка и бронхов достают монеты, бусины, булавки, колпачки от ручек и фломастеров. В Тюмени за несколько странную взятку будут судить экс-начальника контрольно-договорного отдела управления государственной поддержки областного департамента инвестиционной политики. Как пишет комсомолка, он закрыл глаза на то, что одна из коммерческих фирм и индивидуальный предприниматель не выполнили условия, обязательные для получения государственных субсидий. Но эти субсидии они все же получили. Фирма почти 500 тысяч рублей, а предприниматель почти 6 миллионов. Взамен чиновнику перевели на счет 80 тысяч и утеплили балкон квартиры вагонкой. Ох, Дима, Николаю Васильевичу Гоголю такое и не снилось. Ну какими борзими щенками? Люди вот вагонкой уже взятки берут. Слушай, мне щенки больше нравятся. Но никто не предлагает. Ладно, тебе большое спасибо. Выходные впереди. С чем тебя и поздравляю. Я продолжу. Субтитры сделал DimaTorzok Нашего города, ныне член Совета Федерации, а с сегодняшнего дня еще и почетный житель Тюменской области Степан Михайлович Киричук. Вот у вас награды. Я так понимаю, что сегодня одной наградой будет больше. Да, так случилось. Губернатор принял такое решение. Тюменская областная дума, депутаты поддержали. Я очень благодарен тюменцам, жителям Тюменской области. Это они сделали из меня человека. Они создали мою судьбу. Давно с вами не виделись, но хотелось задать вопрос. Прошли в Совете Федерации дни Тюменской области. Мы там достаточно хорошо, я так понимаю, себя показали. Что говорят коллеги? Какие у нас основные, может быть, проекты, которые мы продвинули и которые остались уже дальше в качестве законопроектов? Вот до этих дней все представляли, что Тюменская область живет за счет нефти и газа. А вот дни Тюменской области в Совете Федерации показали, что у нас очень многосторонне развитая экономика, что у нас очень много подходов и что мы уже значительно меньше половины имеем доходов от нефти и газа. Мы делимся со всеми регионами теми богатствами, которые есть. Наверное, заслуженно считая их общероссийскими. Тюменская область развивается по всем направлениям. Посмотрите, какое сельское хозяйство. Посмотрите, у нас и нефтеперерабатывающий завод, у нас и металлозаводы появились. У нас появилась совершенно разносторонняя экономика. Она уже больше десятка лет укрепилась на правильном пути. Это дает возможность нам получать хорошую доходную базу, помогать и решать вопросы не только свои, но в том числе и огромнейший вклад вкладывать в развитие Российской Федерации. Я бы не сказал, что нам завидуют, но мы чувствуем себя очень сопричастными к тем успехам, которые здесь есть. А мои коллеги ездят сюда и учатся, не стесняясь. Учатся и управлению в социальной сфере, учатся и управлению по работе со средствами массовой информации, учатся и по работе с инвестициями. Вот совсем скоро, 12-14 сентября, в Тюменской области будет проходить очень большой такой форум по цифровому управлению, по технологиям, в управлении новым. И я думаю, что мы представим это очень-очень здорово и успешно. Тюменская область разносторонний субъект Российской Федерации. Она развивается очень гармонично во всех направлениях. И представлять такой субъект очень почетно, но и очень ответственно. От нас требуют и, мягко говоря, хотят большего и большего. Я думаю, что так и будет. Ну, а волнение-то не было, когда Тюменская область себя представляла? Ну, все равно, как бы, коллегам показать, ну, вот мы и какие мы есть. Волнения были очень большие, очень большие. И я думаю, что если человек не волнуется, то ему как-то безразлично. Я видел, как вся команда губернатора волновалась, депутатское представительство. Я видел, как сам губернатор переживал по этому поводу. Но получилось. В Нитюменской области удались. Они сейчас являются, знаете, я скажу так, главным примером, как надо их проводить. Единственное постановление в Совете Федерации за последние 10 лет, которое я помню, которое было принято, где нет ни одной просьбы к правительству. Есть только предложение, как улучшить взаимодействие, как улучшить взаимопонимание, как улучшить сотрудничество между регионами и между регионами федеральным уровнем. Это пример для многих. Об этом подчеркивает и наш председатель Совета Федерации, об этом знают и губернатор, и депутаты. И я очень рад, что так получилось. Получилось здорово. Спасибо вам большое. Еще раз поздравляю с праздником и провожаю все-таки... Всех праздников, всех жителей Тюменской области с нашим замечательным Днем области. Все новости ТСН, включая выпуски нашей программы, доступны на ютубе и в группах «Тюменское время», в соцсетях, в фейсбуке, вконтакте. Впереди новости из районов, после вернемся в студию. Нам еще есть о чем с вами поговорить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первый день с гектара сняли по 25 центнеров. В целом же по области эти культуры убрали на 5% полей. Средняя урожайность почти 30 центнеров с гектара. В Увадском районе, в отдаленном селе Тугалово, решают проблему местных жителей. Население жаловалось на высокие цены в единственном магазине смешанных товаров. Конкурентов у предпринимателя нет, а ближайшая торговая точка находится в Демьянке за 45 километров. Власти сейчас ведут переговоры с другими предпринимателями и выбирают площадку под павильон. Подойти к косметическому ремонту креативно решили в Елуторовском детском саду «Веселый апельсин». В фойе на стенах изобразили достопримечательности города. Сретенский собор, острог, фонтан, железнодорожный вокзал и другие. Рисунки сделали два воспитателя обычными акриловыми красками. У одного из троих пострадавших в результате взрыва в Тобольске тяжелый ожог дыхательных путей и легких. Напомню, ЧП произошло накануне в цехе предприятия «СГТранс» при ремонте железнодорожной цистерны, предназначенной для транспортировки газа. Взрыв на этом предприятии уже второй за последние три года. В 2014 погибли два человека. И вот вновь возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Все трое пострадавших находятся в Тюмени. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Порой даже не так страшен процент ожогов тела, если они не глубокие, как то, что люди надышались вот этими парами горения и у них есть внутренний ожог. К сожалению, у одного человека действительно подтвердилась термоингаляционная травма, у двух нет. Действительно проведены перевязки, и сейчас врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить их здоровье. Но, тем не менее, ожоговая травма – это очень длительный процесс лечения. Даже при благоприятных прогнозах это речь идет о нескольких месяцах. К другим темам. С 1 июля в стране в силу вступил закон, согласно которому все торговые точки должны быть оснащены онлайн-кассами. Информация с них по задумке при помощи высокоскоростного интернета поступает в налоговую. Только вот не в каждом уголке нашей необъятной родины можно выйти в сеть. Поэтому тюменскому правительству пришлось дорабатывать очередную талантливую идею федералов. В общем, появились послабления. О них расскажет Ирина Шипилова. Кафе, в котором работает Фируза, открылось меньше месяца назад. Сразу с онлайн-кассовым аппаратом, чтобы все было по закону. Ну, и то, как у нас расходы пока небольшие, мы не можем себе позволить его купить. Поэтому временно его взяли в аренду. Очень удобно им пользоваться, читать с ним. Аренда – новый тренд в предпринимательском сообществе. Купить онлайн-кассу – удовольствие не из дешевых. Цены еще подняли заводы-изготовители. Техника стоит от 17 тысяч рублей. При этом главная часть в ней – вот этот фискальный накопитель. Только он персональный, сохраняет всю информацию о продажах и с помощью модема передает в налоговую. Стоит 7 тысяч рублей. Его все равно придется купить, но только этим и можно ограничиться. Корпус кассы взять в аренду. Идея пришла из опыта. В марте месяца все предприниматели, кто торгует пивом, они пошли покупать кассы. Им срочно нужна касса. Те, кто только открывает магазинчик свой, либо бар, те, кто уже работали, они пошли покупать кассы. Ну, потому что так требует закон. Спустя месяц к нам пошли предприниматели, которые сказали, «Ребят, вы знаете, ну, не пошел бизнес». Расходы на покупку онлайн-кассы стали камнем преткновения в технологической реформе бизнеса. К этой дате предприниматели организации Тюменской области уже установили у себя и поставили на учет в налоговую больше 14 тысяч онлайн-касс. Но до сих пор есть те, кто в ожидании поставок нового оборудования. Продолжают отбивать покупателям вместе с кассовыми еще и товарные чеки. Хотя поставщики уверяют, аппараты лежат на тюменских складах. В области еще утвержден перечень населенных пунктов, для кого оборудование обойдется дешевле. Не нужно передавать данные онлайн. Список есть на сайте налоговой. Те, которые вошли в перечень, они имеют право применять контрольно-кассовую технику в автономном режиме. То есть показания достаточно предоставлять в налоговый орган раз в год. Это все территории области, кроме городов. Поселков Боровский, Багандинский, Галышманово и Вензели. Ирина Шипилова, Алексей Безделов. Тюменское время. Охотничий сезон не будет сорван, пообещал накануне губернатор Владимир Якушев. На пресс-конференции главе региона рассказали о жалобах, которые поступают от тюменских охотников. 26 августа начинается сезон, но получить разрешение люди не могут. Госохоту управление оставило всего один приемный час в день. А в многофункциональных центрах на эту процедуру уходит до 10 дней. Мы над этим работаем. Думаю, что буквально в течение двух дней мы наведем там полный порядок. Ничего сорвано не будет. И могу сказать о том, что, конечно, то, что касается нашего охота управления, это была полностью их недоработка. Кстати, вопрос решили даже быстрее. Вот вам официальный релиз. Отделы госохот управления по всей области до 25 августа включительно будут выдавать разрешение гражданам с 9 до 18 часов. Даже в субботу и воскресенье. Все заявки, которые поступили в МФЦ, также рассмотрят до 25 августа и выдадут охотничьи билеты. Ну, кстати, с рыбалкой не столь все серьезно, поэтому у любителей покормить комаров на свежем воздухе есть альтернатива. Удочка, озеро или река и полное единение с природой. Ну, а если опыта мало, езжайте на мастер-класс в Уватский район. Говорите, далеко? Ну, вы еще просто не знаете, насколько это экономно. Марина Климович расскажет. Терпеливо и доходчиво инструктор Александр объясняет туристке Виктории азы рыбалки. Она приехала из Увата с семьей на отдых. И пока муж с детьми гуляют по лесу, пытается понять принципы рыбной ловли. Да-да-да, она сама будет курица. Ну, почти получилось. Если честно, ни разу в жизни спине в руках даже не держала. Я не представляю, какой рукой брать, какой держатель отпускать. Очень интересно, доходчиво. Девушки здесь гости частые. Никого не удивляют все потому, что турбаза переживает свое второе рождение и становится удобной и комфортной. Она расположена на живописном берегу старого русла Иртыша. Называется местность Укинский Сор. От Тюмени 340 километров. Еще три года назад здесь было все в запустении, но прошлым летом появились первые комфортные дома. Этим добавились еще три. Выстроили беседки, баню, мангальные зоны, а домики довели до ума. В домике есть все для проживания, то есть плита для приготовления пищи, посуда. Это такая беседочка. Люди в основном здесь, конечно, проводят вечера, потому что на природе хочется больше быть. Комната рассчитана на пять человек. Здесь есть тоже стол, посуда необходимая. И, конечно, холодильник для хранения рыбы. Стоимость одного койка места – 950 рублей. То есть такой дом на большую компанию будет стоить меньше пяти тысяч в сутки. Есть и двух местных, и трех. В аренду можно взять палатки, спиннинги, удочки, также на прокат около десяти различных лодок. Это вот мы нынче взяли такие стекловолокна лодки, тоже удобные, что легенькие, хорошо. Во втором можно ставить электрический, можно ставить такой, ну, до десятика был. Туристы уже оценили прелесть этих мест и цены. Турбаза рекламы не давала, а в выходные все занято на месяц вперед. Поехали люди отовсюду. Поехали с Челябинска, с Екатеринбурга, с Тюмени, Тобольск, Самара. То есть отовсюду, буквально с Уральского федерального округа вообще отовсюду у нас едут. Причем едут очень много людей, поэтому уже потребовалось новое развитие, то есть новые дома. Сейчас здесь ловят щуку, окуня, судака, рыба и ведет за собой туристов. Вчера вечером метров пятьдесят на лодке отплывал, и вот такая удача, мне повезло. Марина Климович, Дмитрий Ларичев, Тюменское время. У меня же к этому часу и на этой неделе все новости. В понедельник ТСН итоги на том же канале и в то же время. Я уверен, что нам будет о чем с вами поговорить. В студии работал Дмитрий Чашков. Отличных выходных и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!